тема советского союза она будоражит умы уже несколько лет подряд если не считать того времени когда эта тема была несколько забыто и у людей складывается два впечатления первое впечатление что советский союз жив потому что до сих пор нет никаких документов о том что это государство прекратил свое существование и самое главное что центральный банк на своем сайте все время публикует курс советского рубля для международных расчетов то есть международный мир весь запредельный мир он рассчитывается до сих пор с советским союзом по курсу советского рубля с другой стороны внутри россии ходит рубль российский и мне много раз поступали от моих зрителей и читателей вопросы чтобы я рассказал почему существует два этих вида рубля я сейчас чуть позже об этом расскажу и следующая часть вторая часть этой большой проблемы состоит в том что даже гражданство советского периода она сохраняется и поныне но территориально на наших территориях на советских территориях стоят какие-то российские здания сооружения и организации у нас есть какой-то российский президент у нас есть какое-то российское правительство а этих же органов советского периода и советского значения их как бы нет мы их не видим есть некоторые тусовки которые выбирают своих советских депутатов и своих высокопоставленных каких-то людей но это все неизвестно насколько легитимно так вот это вторая часть вопроса ко мне тоже все время обращаются зрители и читатели с тем чтобы я рассказал разъяснил вот эту ситуацию как я вижу ее в этом фильме я как раз это и сделаю значит смотрите как устроена современная власть в масштабах мира она устроена очень просто и мне для объяснения чтобы вы поняли всю картину мне придется вернуться лет так на 400 назад в истории смысл всей этой власти сводился к тому что первоначально где-то в 16 веке сформировалась самое главное самая прямая так скажем струя этой власти к ней относились те самые юриковичи последний из которых иван грозный и там несколько еще потомков они как бы при истории передали свою власть романовым но романовы это были уже немцы это были не русские и их власть здесь нелегитимно было и тогда и в наше время так вот если беремся рассматривать тот период древний то мы приходим к такому интересному историческому моменту что нашей страной управлял так называемый царь или бог начальника рода по имени велес он до сих пор в справочных материалах указывается как большинство всей руси надо понимать что царь или король это титулы которые являются подчиненными бога и божество какой бы оно ни было в каждом народе она назначает своего царя или короля но в некоторых моментах например вождя в любом племени в любом народе это складывалось историй это было всегда это наверное так вот в историю и войдет без изменений так вот тот самый рюрик и рюрикович и они как раз были потомками тех самых первых божеств и у них была божественная власть это конечно гипербола вы понимаете или метафора как хотите ее представлять но именно она давала право этому роду рюриковичем владеть этой землей и осуществлять здесь власть от имени того божества которым в том числе и являлся велес это было примерно 15 16 век в это же время у велеса была супруга которую мы знаем по имени яга баба яга вот она была матерью велеса изгнана из пределов земли и раз она была изгнана то она не получала здесь никакую власть и естественно не могло быть вроде бы потомков у нее и у велеса баба яга была изгнана через порты риги там кстати остались все эти предания об этой женщине девушки и она сформировала свою государственность на периферии вокруг руси эта государственность раньше называлась англия или яглия а жители ее назывались яглиане это еще в источниках вы можете найти и самое главное что она вокруг руси сделала свою английскую империю который принадлежат сегодня все без исключения страны которые находятся за пределами русской территории и мир в тот момент раскололся на две земельные части центральная часть это русь где правили потомки рюрика потомки велеса это все одно и то же племя как правоприемники каких-то неких божественных местных божественных сил а за пределами руси вся страна все территории абсолютно включая америку нынешнюю включая южную америку сша и канаду и так далее все они эти земли принадлежали как нынче можно говорить английской королеве английской короне точнее поэтому вот следы этого деления вы можете находить как в шахматах когда король и есть такой шапочки с мубончиком а королева в этой короне как раз тут такой пятипалой условно ну и естественно как нынче носят короли европы тоже все короны внешние обозначение внешне вот этой власти а наши правители в том числе и юрик носили папахи такие то есть вот та шапка мономаха про которую вы все знаете она как раз олицетворяла центральное государство ну и кто интересуется древним египтом там тоже было то же самое у у одного у верхнего египта была корона с помпончиком а у нижнего египта была корона вот такая вокруг когда объединили оба египта то получилось что одна корона с помпончиком шапка мономаха была посажена внутри корона и вот получился такой сложный головной убор это как раз символика владения власти так вот для чего я все это так долго говорю чтобы вы понимали первоначальное деление для того что потом как говорят наши источники 18 века потом этот богатырь верес пошел на игру в англию войной ну точнее в разведку и овладел ей и потом у них родился ребенок и этот ребенок с мамашей пришел на русь и взял власть уже по праву родства потому что он был наследником по отцовской линии наследником вереса а по материнской естественно наследниками и и вот это все перемешало в руси полностью все устои все законные акты в результате получилось что с одной стороны мы получили объединение мировое то есть когда нижние земли англии все вот эти с короной на голове они были объединены с верхними землями русика у которых была шапка мономаха и получился тот же результат как в древнем египте и точнее конечно будет говорить что древний египет его историю срисовать вот с этих событий которые были реальными но которые сегодня доходят до нас в виде сказки так вот английская корона в результате всех этих махинаций она получила свое право не только на английские земли но вот через такую потомственную линию английская корона получила свое право на русские земли у нас первоначально англия находилась здесь в туле поэтому в туле и осталась это английская сказка о левше и противостоянии с английскими мастерами потом англия переехала в санкт-петербург потом санкт-петербург уже современный лондон и все эти перемещения англии они как раз были в те времена которых я вам сегодня рассказываю просто они обернуты в сказочную такую обертку так вот что сегодня мы имеем королева англии после всех вот этих манипуляций узурпировала полностью власть над всем миром в результате эта власть проявляется очень простым сегодняшним способом он называется аренда субаренда и так далее все земли мира современного принадлежат только английской королеве вспомните даже не так давно известную историю потому что она английская королева правила и в индии и правила в китае и во всех других территориях сегодня остается и австралия короне и так далее так вот тогда было время когда королева англии непосредственно регулировала все денежные и другие потоки которые собирались с подчиненных ей земель эти денежные потоки аккумулировались у нее в ее закромах и она заведовала этими потоками лично потом пришло понимание что все территории ей не под силу обрабатывать что просто не хватает ресурса и этот ресурс который она задействует он обходится дороже чем отказаться порой от этих территорий поэтому королева не отказалась от территории а передала их в субаренду и субаренду она оформила через своих представителей которых она поставила на той самой земле которую сдала в субаренду с этого времени и началась эра президентства во всех странах ну или по-другому как-то начальников этих называли они действительно были президентами то есть резидентами английской королевы на местах и через них она осуществляла и осуществляет свою власть на отданной в субаренду территории и вот в этот момент сформировалась такое понятие как советский союз это большой конгломерат различных территорий который был отдан в аренду определенной группе лиц которые с этой территории собирала большие товарно-денежные потоки и отправляла их в англию я свое время когда писал книгу кувырок луны случайно наткнулся на эту тему когда рассматривал судьбу и описывал судьбу косыгина потому что косыгин был как раз тем ставленником от англии который руководил фирмой золотые поля лены он был генеральным директором ему было чуть больше 20 лет и все что он добывал золото алмазы драгоценные полудрагоценные камни все металлы все увозилась беспошлино в англию не в какую-то другую страну а именно в англию и королева его принимала косыгина без записи на прием а просто так напрямую он приезжал уже в брежневское время приезжал королеве попить чайку посидеть поболтать это при том что по межгосударственному этикету этого было сделать практически невозможно должен был ехать королеве для общения только брежнев как руководитель страны и это могло состояться только после предварительной записи а косыгин мог и ездил к ней на выходные на просто руку пожать на просто чайку попить брежнев на это очень сильно злился но изменить ситуацию он не мог потому что косыгин был английским ставленником на нашей земле так вот в то время в то время когда существовал советский союз он и являлся окончательным конечным плательщиком по сбору денег которые он собирался нашей земли все ресурсы которые здесь собирались советской властью они отправлялись туда в великобританию королеве после того как вышел из подчинения очередной ставленник по имени сталин то великобритания задумалась над тем как вернуть эти земли в состав тех территорий с которых она получает свои деньги и материал и вот с этого момента